Друзья, всем привет еще раз. У нас в продолжении с нами на связи Давид Побережский. Сегодня тема наших эфиров это покупка недвижимости. В первой части вопроса обсуждали вторичную недвижимость. Сейчас перейдем к первичной недвижимости. То есть когда у иностранца есть возможность купить квартиру в стройке. Это так по-русски называется. Который еще не построенный объект. Конечно. Да, смотрите. В Италии очень распространен рынок продаж недвижимости под стройкой. Этот рынок я начну сразу с увольнения, которое имеет любой наш соотечественник и граждан любой страны СНГ. А это safe, это прочно, это надежно? Я скажу да. В Италии прежде чем компания, строительная компания или даже физлицо, приватное лицо могла бы продать проект под стройкой, он должен задепозитировать соответственную сумму, получить банковскую гарантию, которая покрывает стоимости покупки и продажи, которые делаются третьему лицу. Поэтому были, конечно, исторические, не будем как бы сказать и прятать это какие-то кейсы, попытки, мошенничество, но последние 10 лет все стройки не завершаются, не заканчиваются. В худшем случае именно та сумма, которая инвестируется, она дается обратно, но это реально может там 1-0-5 процентов осеи твоей возможности. Поэтому абсолютно нету проблем и ограничений в такой покупке. Второй пункт. Любой граждан страны СНГ может участвовать в таких торгах и совершать эту покупку. Третье. Всегда можно обратиться, это, наверное, более интересно, к профессионалу, чтобы проверить эту стройку, проверить качество ее, проверить кадастровые данные. И где, наверное, самый интересный аспект, когда не движется постройкой, есть возможность вам специфически обратиться со строителем, чтобы договорить некоторые элементы, детали финиширования этой квартиры. У нас всегда есть план, который регулирует территорию, есть всегда возможности в рамках некоторой строительной структуры поменять комнату, сделать открытие, где вам более удобно и так далее. То есть есть возможность некой гибкости в этом проекте. Говоря про проекты под строительство, естественно, мы говорим также и про землю. То есть очень распространена тоже тематика покупки участка. На этот участок без никаких секретов в мире и, соответственно, коммуны можно узнать без никаких проблем, какая кубометрия разрешается на строительство. Например, я покупаю гектар земли, и у меня там есть разрешение, например, на строительство велетки дома на двух этажей. Там такая-то метротура на каждый этаж. 100 метров и 100 метров. Я прекрасно понимаю, что у меня есть эта возможность. Заранее можно запланировать, сколько этажей можно строить, какая кубометрия, можно сделать веранду или нет. То есть здесь есть полная гибкость, полное понятие. И при общении с итальянским архитектором и с профессионалом, который знает местное законодательство про Амери, где мы строим, можно очень интересно найти проект за интересную сумму. Это, думаю, первое. И сделать им при развитии интересного проекта для вас в тематике и цены покупки, и самого результата. Он может больше, как бы сказать, соблюдать ваши интересы, быть более близкой к вашей нужде, иметь тот балкон, тот окно, ту комнату или нет. Конечно, это очень интересно. И это, естественно, прочно и дает надежность. Обращу внимание еще на один аспект. Любые проекты, что строительные дома, которые уже в курсе, что покупка участка дает очень хорошую возможность самоинвеститься. То есть в статистике, рассматривая общую стоимость покупки участка с разрешением на строительство и потом потенциальной перепродажи конечного объекта, есть очень интересные возможности на заработок. Поэтому, может быть, этот долг будет для вас, для вашей семьи. Великолепно. Может быть, вы завтра решите его продать. Может быть, это первоначальный сразу же просто инвестиционный проект, где вы вкладываете некоторую сумму, складываете, естественно, некоторое время за оформление, потом это все перепродажа. Возможно, успешно. Очень часто мы эту практику делаем. То есть это получается дешевле, да? Можно купить объект на стадии строительства, чем он будет построен. Просто я знаю, что в некоторых странах ЕС разницы совершенно никакой нет. То есть ты покупаешь на стадии строительства или уже готовый дом просто потому, что на стадии, когда дом уже готов, в хороших районах просто уже нет возможности приобрести. И люди просто уже покупают на стадии строительства, можно сказать, безвыходности. Да. Вы знаете, вот у меня тут с инвестициями возникает такой вопрос. В прошлом году ходили слухи про Испанию, что там запрещают вот этот сайт Airbnb, где можно сдавать посуточно, что только какие-то отдельные районы или там нежилые помещения будут сдавать. И в России сейчас тоже есть такая практика, что начинают запрещать посуточно сдавать жилье, да? То есть это как бы это не гостиница, то есть организовываете какие-то специальные там дома и там занимаетесь этой деятельностью. Есть ли в Италии такая практика или можно спокойно размещать объявления? Значит, сразу отвечу. Можно спокойно размещать объявления и, в принципе, можно поставить точку и завершить здесь ответ. Но давайте углубимся в тему. Единственное опасание, которое вы должны иметь, ну и заранее проверить, это, если ваш проект строительный имеет как объект строительство отеля, или какой-либо структуры, которая имеет туристическое назначение, тут нужно заранее, и это нетрудная проверка, убедиться, что в той зоне, в той мере, где вы делаете этот объект, разрешает, помимо уже существующих отелях и структур для туристов, сделать дополнительную структуру. Некоторые мере и коммуны, мы говорим про специфические туристические места, например, в каких-то курортных местах, в горах, есть специфические ограничения на количество отелях, которые должны существовать в той или иной зоне. Но, опять-таки, это нетрудная проверка, можно всегда в этом убедиться. Но мы говорим про специфические крупные заведения, как отели, bed and breakfast и так далее. Касаемо вашей личной недвижимости, даже ваши 500 метров виллы, можно всегда будет посуточно ее сдавать. То есть это ваше право, в ее ограничения никто не может повлиять. Единственное окошко влияния может быть, если мы покупаем квартиру в рамках общего здания, муниципалитет, город Милан. Конечно же, сам администратор этой дома, который будет оформлен как кондоминиум, может иметь какие-то восклицания касаемо возможности посуточного сдавания или нет. Но, опять-таки, это нетрудный момент. Эти законы не входят в силу потом. То есть если регулярный кондоминиум, в котором вы покупаете квартиру, уже это предвидит, вы уже спокойно можете там купить и знать, что можете всегда сдавать. Если не предвидит, нет. Тем не менее, я не буду сейчас углубляться, тематика очень широкая. Но никто не сможет в конечном итоге, даже если запрет в кондоминиум, проверить, тот человек, который посещает квартиру, это ваш гость, или вы продаете ему на Airbnb. То есть, если вы правильно понимаете мои слова, практически точки зрения Италия не дает гигантскую возможность ограничить именно вот эту посучную сдату. И у нас нет далеко в законе никаких введений на возможность, невозможность сдавать эти квартиры, потому что это очень распространенный бизнес и так далее. Напоминаю всем, что главный фактор, интересный фактор. По итальянскому законодательству, это возможность сдавать аренду выше 30 дней, больше 30 дней или меньше 30 дней. Любая сдача в аренду недвижимости, вилла, дом, отель, комната, выше 30 дней полагает, что вы должны зарегистрировать эту деятельность в налоговой. То есть, я должен зарегистрировать этот договор аренды. И, соответственно, моя интерпретация и других коллег, и профессионалов, это следующее, в любой момент я могу свободно сдавать любое помещение, что офис, что жилую комнату, что жилой дом и виллу на 29 дней, без обязательства регистрировав этот договор в налоговую, вы сможете свободно его употреблять. Поэтому всех приветствую, всем советую рассмотреть возможность инвестиции в Италию, естественно. Она дает очень хороший выгод. Естественно, тем более после коронавируса, тем более сейчас, смотря на восстановление всей ситуации, мы одна из первых стран, которая, скорее всего, будет восстанавливаться после этого ковида. Сегодня мы записываем это май, и через одну неделю, 18 мая, будет уже открываться полностью все даже деятельности. Поэтому возможность купить недвижимость и думать завтра ее сдавать туристам является очень интересным бизнесом и дает очень интересные возможности. Учтите, если мы смотрим рост недвижимости в любой категории недвижимости, даже если у вас не будет выгода, которую вы полагали по даче, покупая недвижимость, что в строительстве, что нет, у вас есть всегда возможность ее перепродать, но минимум дороже, чем сколько вы покупали до этого. Окей, спасибо большое за такое подробное разъяснение. Я могу быть уверена в том, что именно такой информации, даже не найдешь на просторах информации, какие-то маленькие лайфхаки о том, что вы сказали, можно сдавать до 30 дней, не регистрировать налоговую. То есть довольно-таки сложно такую информацию найти. Это надо либо в кодексах, либо идти на консультацию персональную уже. Ну, спасибо, что были с нами на связи, тогда будем записывать дальнейшие видеоролики на темы, которые интересны нашим подписчикам. Всем пока, всего доброго. Спасибо, всего доброго. До свидания.